Слава Украине! Приветствую от Полуанского! Россия занялась привычным делом палить своих собственных военнослужащих. Да, она их спаливает. Жжет их, так сказать. Жжет напалмом. Нет, не напалмом, конечно. Она их жжет в клематориях. Итак, по порядку. Итак, люди заметили, что вот после Бавовны, помните, которая была в Бердианском порту недавно, там начали также происходить некие странные вещи. Ну, когда была Бавовна, то понятно, туда был прилет, там раздолбала рашистов, все хорошо, все нормально таки должно быть. Но! Потом дымовуха из Бердианского порта не переставала идти. Ну, не может же дымовуха идти, скажем так, ну, после того, как взрыв был уже несколько дней назад. А люди обращают внимание, что дымит и дымит, дымит и дымит. А что ж такое? Оказывается, все довольно просто. Там установили мобильные аккрематории. Мобильные аккрематории для рашистов, где рашисты палят свой собственный личный состав. Мы уже прекрасно помним, что они ни разу, ни два практиковали подобные вещи. Это было в Херсоне. Помним отлично, да? Как вот на... В момент, когда наши освобождали... Точнее, это месяца было. Они поставили там, начали палить своих двухсотых. Это было еще месяца за три, да, освобождение. Помним, что Херсон освобождали довольно долго. Была точно такая же позиционная штабханина, если вы помните, как вот сейчас под Мелитополем. А потом они сделали жест дохлой моли. Но при этом они потеряли огромное количество личного состава там на правобережье под Херсоном. И поскольку они, естественно, не хотели платить мамкам, женкам ни копейки, и не заплатили, то им нужно было куда-то вот этот лишний состав, который там кондропупился, куда-то девать. Вот они его в Херсоне и полили. Потом то же самое они устанавливали на Запорожском фронте. Сейчас, кстати, по-моему, там до сих пор работают эти крематории. И вот новое в Бердянске поставили. То есть Путин заботится о своих солдатах от а до я. Как говорится, родился, получил в зубы, получил в зубы сначала, потом получил в зубы оружие, пошел на фронт, укропупился, и получил почетную кремацию. Без денег, заметьте, бесплатно, безвозмездно. Кот не даст соврать. Да. Все слышат, да? Вот. Вот. Кот же подтверждает всегда все, что я говорю. Так что, ребята, ничего, как говорится, личного, просто бизнес. А бизнес у расистов следующий, очень простой. Надо отправить лоха на фронт, лоха там утилизировать, лох из Сибири, как обычно в большинстве случаев. Да, Сибирь, Дальний Восток, это самые такие лоховатые, будем говорить, регионы, которые больше всего отдают лохов на утилизацию. Вот. Потом этого лоха надо что сделать, после того, как его утилизируют? Правильно, сжечь. Почему? Потому что нельзя платить мамке-женке деньги. Мамка-женка, пускай идет, она там жалуется местным чиновникам. Это очень далеко от Москвы. Пускай жалуется хоть до опупения. Наплевать абсолютно. Но она уже свободная женщина. А тут и дядюшка Си 40 миллионами китайских женихов, которые осваивают в настоящий момент Сибирь. Так что все идет строго по плану. И бердянский крематорий пыхтит, в том числе по плану. По плану дядюшки Си. Продолжение следует...